И сегодня же в столице проходит первое заседание Сената Али Маджлиса Республики Узбекистан, где руководитель страны обозначил важнейшие задачи, целевые ориентиры, которые стоят на современном этапе модернизации страны перед Палатой регионального представительства. Первое заседание Сената Али Маджлиса. В его работе принял участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Согласно избирательному кодексу Республики Узбекистан заседание открыл председатель Центральной избирательной комиссии Мирзова Лукбек Абдусалому. Прозвучал государственный гимн Республики Узбекистан. На заседании отмечалось, что формирование Сената прошло на основе демократических принципов открытости и транспарентности. В полном соответствии с требованиями национального избирательного законодательства. На соответствующих совместных заседаниях Джакаргикинесса Республики Кыркалпакстан, местных кингяшей областей города Ташкента, районов и городов по избранию членов Сената были избраны 84 сенатора. 13 членов Палаты регионального представительства назначены президентом Республики Узбекистан. Подчеркнуто, что новый состав Сената сформирован из числа авторитетных граждан с большим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности. На седании выступил с речью президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев. Глава государства искренне поздравил членов Сената с этим высоким статусом. Отметил, быть членом высшего органа представительной власти не только большая честь, но и огромная ответственность. Сенатор это прежде всего личность, удостоенная доверия народа и государства, сказал президент, который обладает глубокими знаниями, богатым жизненным опытом, самотверженно трудится, проявляя инициативу и неразрывно связывает свою судьбу с судьбой своего народа. Следует отметить, сказал президент, что новый состав Сената имеет достаточно высокий профессиональный уровень. Из общего числа сенаторов 20 – экономисты, 19 – инженеры, 13 – педагоги, 7 – юристы, 6 – медицинские работники, 5 – агрономы, 4 – журналиста, а также 12 – представителей общественных организаций. Подтверждением является и тот факт, что среди них 16 – докторов и 12 – кандидатов наук. При этом 25% членов Сената подчеркнул руководитель страны – женщины, что говорит о новых подходах и тенденциях в организации деятельности Верхней Палаты. Последние три года отметил руководитель страны, когда наш родной Узбекистан вступил в новый этап своего развития, стали периодом коренных преобразований и для Сената. Палата регионального представительства рассмотрела около 230 законов, из которых за последние три года одобрено 190, что свидетельствует о масштабах проделанной работы. Надо сказать, подчеркнул президент, что позитивные изменения коснулись не только количества, но и качества законов. Глава государства рассказал о целом ряде инициатив, выдвинутых комитетами Сената, которые послужили решению многих актуальных вопросов. Так большим достижением в организации парламентского контроля можно назвать введение порядка заслушивания отчетов Хакимов областей на пленарных заседаниях Сената. Для повышения эффективности деятельности Верхней Палаты, подчеркнул президент, нам необходимо решить целый ряд важных задач на ближайшую и отдаленную перспективу. Во-первых, создать эффективную систему решения волнующих населения проблем. Три года назад была налажена практика изучения сенаторами положения дел в регионах с выездом на места и последующим обсуждением выявленных проблем в местных кингяшах. Однако пока нельзя сказать, что это дало ожидаемые результаты. На местах остается множество нерешенных вопросов. К каждому комитету Сената, подчеркнул президент, необходимо формировать планы своей деятельности, исходя из проблем территорий и регионов страны. Особенно важно осуществление Сената мониторинга достижения индикаторов, определенных целями устойчивого развития организации объединенных наций. По мнению главы государства, по итогам изучения положения дел на местах необходимо проводить выездные заседания кингяша и комитетов Сената с участием руководителей министерств и ведомств. Эта практика позволит оперативно решать волнующие население проблемы. Во-вторых, сказал президент, нынешний этап реформ ставит жесткие требования перед правительством, всеми министерствами и ведомствами, хакимиатами. Поэтому руководители министерств и ведомств должны чаще выезжать в регионы и разрабатывать соответствующие меры для решения актуальных вопросов социально-экономического развития на местах. А Сенату следует регулярно рассматривать и обсуждать отчеты руководителей министерств и ведомств, хакимов, об исполнении намеченных мер. В-третьих, подчеркнул президент, в сфере постоянного внимания Сената должны находиться вопросы молодежи и образования. На прошедшей недавно встрече с молодежью мы наметили масштабные цели, чтобы добиться коренного поворота в государственной молодежной политике. И в этой связи подчеркнул президент целесообразно, чтобы Сенат взял на себя контроль за решением таких задач, как всесторонняя поддержка молодежи, обеспечение ее трудоустройства, создание условий для освоения знаний и профессий, реализации способностей и талантов. В-четвертых, подчеркнул руководитель страны Сенату, как Палате регионального представительства нужно установить парламентский контроль за рассмотрением проекта государственного бюджета и его исполнением. Изучение расходования средств, выделяемых министерством и ведомством, особенно в разрезе регионов, также должно стать ключевой задачей Палаты регионального представительства. В-пятых, подчеркнул президент, в решении актуальных проблем в разных сферах жизни общества нужно эффективнее использовать институт парламентского запроса. Будет правильным в дальнейшем при формировании парламентских запросов шире учитывать актуальные проблемы, имеющиеся на местах, в областях, районах и городах. В-шестых, по мнению руководителя страны, необходимо усилить взаимодействие Сената с местными кингяшами, а также оказание практической и методической помощи в их деятельности. Важно создать новую систему, предусматривающую закрепление за местными кингяшами сенаторов, которые работают в Верхней Палате на постоянной основе. В-седьмых, подчеркнул руководитель страны, необходимо усилить роль Сената в формировании в обществе атмосферы непримиримой борьбы с коррупцией. И работа по борьбе с преступностью и раннему предупреждению правонарушений также должна постоянно находиться в центре внимания Палаты регионального представительства. В-девятых, Сенату следует усилить контроль за деятельностью государственных органов, направленной на повышение роли женщин в обществе. Нам предстоит, сказал президент, еще многое сделать для того, чтобы обеспечить гендерное равенство в исполнительных органах, министерствах и ведомствах, доверить ответственной должности нашим уважаемым женщинам. В-десятых, подчеркнул президент, необходимо усилить работу по обеспечению открытости деятельности Сената. Налаженная в последнее время практика трансляции заседаний Сената в прямом эфире становится важным фактором формирования народного парламента и эффективным средством его подотчетности народу. Думаю, сказал президент, внедрение такого положительного опыта Сената в деятельность местных кингяшей даст хороший результат. Следующая актуальная задача прозвучала. Это укрепление сотрудничества Палат парламента в процессе законотворчества. Еще один важный вопрос. Это обеспечение эффективного парламентского контроля за исполнением законов. Еще один важный аспект прозвучал в эти минуты. Это усиление роли Верхней Палаты в развитии отношений с иностранными государствами. Обеспечение дальнейшего роста авторитета Узбекистана в мире, расширение международных связей и содействие привлечения в Республику иностранных инвестиций будут важными задачами Сената, сказал президент. Первое пленарное заседание Сената Оли Маджлиса продолжается. Его участники рассмотрят вопросы, связанные с организацией деятельности Верхней Палаты парламента. Так, по представлению президента Республики Узбекистан, сенаторы изберут председателя Сената Оли Маджлиса, а также его заместителей. Будут образованы комитеты Верхней Палаты парламента. Будут рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к компетенции Верхней Палаты парламента. Приняты соответствующие постановления. Продолжение следует...